Здравствуйте, дорогие мои друзья! Продолжаем марафон софта. Сегодня у нас браузер Brave по многочисленным заявкам. Или же браузер Bravo, или же браузер Стыдливый Лев, как его называют, потому что морда у него красная. Итак, это браузер на движке, угадайте, конечно же, Blink, Chromium, естественно. Очень интересная история у создателя. Создатель данного браузера Брэндон Эйх. Это культовая личность, и я рекомендую ознакомиться с биографией. Многое я сейчас не расскажу, но самую суть. Короче, данный чувак во всей этой сфере, ну просто тигр-лев. Начинал он еще в Silicon Graphics, там высшее образование, степень магистра у него. Засветился в самом начале эры интернета, еще в компании AOL. Участвовал в разработке Netscape, навигатор. Потом влился в проект Mozilla, дослужился до главного технолога. И 26 марта 2014 года был назначен исполнительным директором корпорации Mozilla. Как вы думаете, что могло произойти? Почему он ушел? Дело в том, что в 2008 году он поддержал инициативу запретить однополые браки. Грубо говоря, это консерватор за семейные ценности. Короче, он противник ЛГБТ. То есть, 26 марта он стал исполнительным директором. А уже 3 апреля ЛГБТ-сообщество подняло взбучку и его уволили. Мне просто интересно, каким образом его взгляды относятся к разработке браузера. Итак, приступим к самому браузеру. Я уже его скачал, я его уже установил. Тут все просто. Вот выглядит вот так сайт. Русского языка здесь нет. Я его, по крайней мере, не нашел. Скачал, инсталлировал. Все так же, как и в Гугл Хроме инсталируется. Вот сам по себе у нас браузер. Итак, Брэндон не растерялся. Забил на всю эту хрень голубую братву и пошел, короче, разрабатывать свой мегабраузер. Первая версия появилась уже в 2016 году. Сегодня мы будем с вами рассматривать версию 1.0.1. Прикол в том, что лицензия у данного браузера Mozilla Public лицензия второй версии. Мозиловская. С виду браузер очень простой. Я бы сказал бы, хром так себе, как бы хром и есть. Но тут есть парочку интересных идей. В данном браузере очень жесткая политика по поводу рекламы. А точнее, здесь очень мощный блокировщик рекламы. Но тут есть одна фишка. По вашему желанию, вы можете просматривать рекламу. И на этом зарабатывать криптовалюту. Что делается в других браузерах? Вы и так, и так смотрите эту рекламу. При этом прибыль получает только сам производитель браузера. Пользователь не получает ничего. Похожая ситуация с блокировщиками. Например, старый добрый друг от Блок. Было время, когда он очень хорошо даже все это блокировал. Но есть такая информация, что разработчику от Блока забашляли денег. И теперь он не все и не везде их блокирует. Например, в аккаунт вообще не блокирует рекламу. То есть теперь блокировщики рекламы блокируют только то, за что им не забашляли издатели. Тут же к этому подошли очень строго. Еще данный браузер очень быстрый. Давайте зайдем на жирнейший Дубай. Просто вот, блин, быстро. Кто смотрел предыдущие ролики? Что это вообще за сайт? Сайт очень жирный. При этом, посмотрите, потребление ресурсов небольшое. Однако есть и критика. Например, некоторые компании, Network World, назвали Brave могучим примитивом. Ну, естественно, если вы посмотрите на Opera GX, которая просто вот как разукрашенный трансфестит выглядит, при этом работает в разы хуже, чем тот же самый Cent Browser или вот этот вот Brave Browser. Никто почему-то Opera GX примитивом не называет. Если честно, мне вот эти два браузера даже противно сравнивать. Некоторые компании даже называли Brave быстрым и причудливым. А аспекты поведения Brave в сфере рекламы грабежом. Но я вас уверяю, пользователь от этого ничуть не страдает. Как работать с самой криптовалютой, я вам не расскажу. Я на этом не зарабатываю. Есть отдельные каналы. Я один ролик смотрел. Там чувак конкретно вот на этом браузере зарабатывает. Самый жирный минус данного браузера – отсутствие русской локализации. Ее просто-напросто нет. Вот она полностью отсутствует. Возможно ли ее включить? Хрен его знает. Я вот лично не знаю. Функционал в настройках примерно средненький. Чего-то больше, чего-то меньше. Синхронизация есть. Она присутствует. Но она не гугловская, а собственно. Расширения должны подходить от хрома. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Вот, давайте установим переводчик Google. Браузер даже определился. Все, никаких проблем. Все работает, господа. Есть вот такой вот черный режим. Есть легкий режим. Вот у меня такая мысль. Смотрите, если, допустим, человек, который создаст лекарство от ВИЧ, инфекции, да, от СПИДа, можно так сказать, будет гомофобом, это будет нормально, если его выкинут на улицу? Это ужас. То есть, как можно выгнать на улицу ведущего просто флагмана компании, вот просто выбросить? Только из-за того, что он против людей, которые ковыряются половыми органами у друг друга в заднице. Точнее, он не противник этих людей. Он просто не хочет, чтобы эти люди выставляли вот эти свои отношения на показ. Чтобы они пропагандировали эти вещи. Он против пропаганды вот этого всего. Вот, кстати, нашел локализацию. Вот, возможно, здесь можно и включить русскую локализацию, да, наверное? Ну, я вот, честно, я не знаю, как тут все это настраивать. Ага, добавить локализацию. Кто захочет попробовать, тем будет интересно, как это делать. Сейчас найдем русскую, да? Нашел. Так, добавил. Так, английскую что, мы можем убрать? Убираем английскую. И что надо сделать-то? Ладно, ну, включим-выключим. Ага, выбрал по умолчанию русскую локализацию. Сейчас должны все заработать. Вот, все, он встал на русском языке. Ну, вот вы видели, как это делать. Плохо, что браузер по умолчанию не выбирает русскую локализацию. Вот, например, он видит, что скачивается браузер на территорию Белоруссии, да, там, или Украины, или России. И вот давал бы на выбор три локализации. Украинскую, белорусскую и русскую. Было бы вполне себе справедливо. Есть блокировка социальных сетей. Прикольно просто. Вот еще возможности. WebTorrent позволит отображать информацию о торрентах прямо в браузере. Так, это у нас Brave кошелек какой-то. OnGoals. С помощью компонента OnGoals можно прямо в браузере демонстрировать свой экран и пользоваться другими возможностями. Так, тут еще какие-то расширения. Ага, интернет-магазин. Какой? Ну, хромовский интернет-магазин с расширениями. Играми тут веб. Вы меня поняли. Что еще я узнал? Одним из главных приоритетов является анонимность. Как и в Mozilla Firefox. Ну, тут типа все на этом завернуто в 2-3 раза. Ну, я все равно не хочу уходить с Mozilla. Даже после вот этой интересной истории. От которой меня даже бомбит. То есть, был человек с культовой биографией. Его просто уволили из-за критики геев, лесбиянок, там, трансвеститов, там, тумбочка-любов. Но это просто бред, понимаете? Это просто бред. Если вам понравился данный браузер, найдите какой-нибудь ролик, где вам расскажут про все остальные возможности, связанные с токенами, вот этими, которые здесь фигурируют при просмотре рекламы. Здесь можно зарабатывать деньги. Но я вам об этом не расскажу. Конечно, я бы мог посмотреть чужое видео, бла-бла-бла вам тут понарассказывать. Но лучше, чтобы вы услышали этого человека, который на самом деле на этом зарабатывает. Думаю, на этом нужно закончить. Не могу сказать, что данный браузер у меня вызвал столько же эмоций, как, например, Cent Browser. Ну, что-то на уровне Vivaldi по впечатлениям. Хотя в Vivaldi, наверное, больше настроек, что приятнее. Но здесь очень классная скорость. Даже очень тяжелые сайты моментально просто открываются. Ну что ж, на этом я заканчиваю. И хотел бы попросить вас нажимать на колокольчик. Дело в том, что очень многим не приходит уведомление о ролике. И это просто печаль. Часто люди пишут, слушай, оказывается у тебя в этом месяце вышло 6-7 роликов, а я даже об этом не узнал. Поэтому, чтобы быть в курсе, жмите на колокольчик. Ссылки на наш ВК и на Дискорд в описании под роликом. На этом всем спасибо, всем пока. Это было пару слов про браузер Brave. Всем прекрасного дня.